Вода по-прежнему грязная. Сургутяне продолжают сообщать о ненадлежащем качестве важнейшего коммунального ресурса. Проблему на контроль взяла городская администрация. Снабжающая организация и управляющая компанией ведут переговоры. Обсуждают, чьими силами и за чей счет должна проводиться промывка сетей. Когда будет принято окончательное решение, узнала Мария Ливанян. Днем хорошее, по вечерам ржавое. Жители дома номер 18 на улице Губкина пожаловались на качество воды. По словам горожан, даже если она на вид чистая, то после нее в ванной и на дне чайника остается осадок, похожий на песок. Вечернее время очень стабильно. Несколько раз в неделю обязательно такое бывает. В основном с 7 до 9 вечера в этом промежутке. Екатерина рассказала, что в их подъезде в каждой квартире живут семьи с маленькими детьми. Ситуация с водой заметно усложняет жизнь. Нет возможности нормально помыть ребенка, развести молочную смесь для кормления, что-то приготовить для себя. Управляющая компания на жалобы реагирует не всегда. Приехавшие для сбора лабораторных проб специалисты Горвода канала посоветовали в следующий раз обращаться сразу к ним. Раз управляющая компания не предпринимает никакие меры. Честно говоря, я одна обращалась, может быть кто-то из жильцов. У нас одно время мы атаковали просто управляющую компанию. Специалисты Горвода канала взяли пробы на трех контрольных точках. В квартире, в подвале и на центральном тепловом пункте. Прозрачность примесей посторонних нет. Отправляем на лабораторный контроль в лабораторию. Брать несколько проб необходимо, чтобы определить в чьих сетях сбои, из-за которых вода портится. Система водоснабжения жилых домов такова. От магистральных водоводов вода поступает на ЦТП. Далее через ЦТП по сетям транзитной организации вода поступает в дом, непосредственно где мы были в подвале, на воде в дом. И соответственно потом по распределительной системе внутренних сетей вода уже поступает в квартиры жителям. Пробы возьмут еще вечером, когда, по словам горожан, в воде и наблюдаются примеси. Жители дома 18 на Губкино не единственные, кто столкнулся с подобными проблемами в сентябре. В департаменте городского хозяйства связали это с сезонностью и началом отопительного периода. Над решением сейчас работают представители администрации, коммунальщики и ресурсоснабжающая организация. Здесь надо тоже разбираться в конкретном случае, почему может быть такой выброс. Может быть в стояках, где-то там есть осадок в сетях, но это внутри дома. Потому что, говорю, странно, если был бы тупиковый дом, можно было бы понимать, что здесь в принципе транзит, вода проходит. Посмотрим по анализам, сделаем дополнительные заборы, поручение главы города все равно будем исполнять. Вадим Шувалов ранее поручил выяснить причину возникновения проблемы и предложить решение. Горводоканал разработал план по промывке труб. Переговоры с управляющими компаниями и владельцами транзитных сетей еще продолжаются. Соглашения стороны должны достигнуть до 1 октября. Мария Ливанян, Владимир Федоров, Сургут, Интерновости.